Попасть на нее, быть на ней может каждый, кто хочет. Конечно, нужно хорошо поработать. И что для этого сделать, я тоже сегодня расскажу. Я расскажу в двух словах, кому будет интересно, мы вместе с вами спланируем и будем действовать. Итак, хочу напомнить, у нас есть новички, так я вижу. Поставьте, пожалуйста, какой-нибудь значок, например, знак подкрытания, кто первый раз на сегодня вот в таком нашем вебинаре. Есть у нас люди, которые, да, первый раз. Так вот, буквально в нескольких словах я хочу опять ответить на... Я хочу ответить очередной раз на вопрос, откуда же деньги. Откуда мы получаем деньги, за что мы компания платит деньги. Мы получаем за организацию товарооборота. И получаем от 3 до 22 процентов, это для России и всех стран, для Украины до 24 процентов комиссии. Что это значит? Чем больше мы создадим товарооборот, тем больше мы получим процент от нашей работы. Какие же нужно действия делать? Что же нужно делать для того, чтобы зарабатывать? Нужно делать 3 простые действия. На уровне новичка нужно делать всего лишь 3. Первое – это пользоваться продукцией. Это значит сменить магазин. Сменить магазин и все, что вы раньше брали где-то в других магазинах, покупать в магазине Арифлем, в вашем собственном интернет-магазине. Второе – нужно обучаться, потому что тема новая, для многих она непонятно, не сложная, да, и не сразу здесь возможно все разобраться. Поэтому обязательно нужно обучаться. И на каждом уровне каждый лидер обучается. Хоть новичок, хоть менеджер, хоть директор, хоть топ-лидер. Это постоянное наше жизнь, постоянное развитие, постоянное обучение. И, конечно, самое главное – это рекрутирование. Это сердце, как говорится, нашего бизнеса. Основное то, что мы должны делать – это приглашать людей. Почему приглашать? Потому что люди будут покупать для себя, мы будем увеличивать товарооборот для компании, и, конечно, будет увеличиваться наш доход. И компания нам благодарит за нашу работу не только процентами, да, вот 3,22 или 24 процента, а еще нас благодарит всякими бонусами, подарками, акциями, премиями, ну и так далее. Только за то, что мы, по большому счету, если все упростить, занимаемся рекламой, и за это мы получаем деньги. То есть наша работа – это реклама. И формула быстрого роста, в чем она заключается? Простая математика, как говорится, да. Чтобы выйти на первый, скажем, серьезный уровень директора, да, первую ступеньку, она промежуточная, потому что все-таки правильно планировать и достигать, и все мы к этому стремимся, и все мы планируем уровень золотого директора. Кто еще не спланировал, то мы спланируем. Это когда есть две веточки. А вот первый промежуточный – это доход, это уровень директора. И доход на этом уровне по Украине – это 7-8 тысяч гривен каждый каталог, каждой недели. Так вот, чтобы достичь этого уровня, я здесь написала вот такие три, скажем, не таблички, а три такие вот сопоставимые цифры, да. Это нам нужно создать товарооборот 7,5 тысяч баллов. Это уровень дохода директора будет, это будет 7-8 тысяч гривен. Как это можно сделать? Это можно сделать заказ. Если средний заказ активных партнеров будет 20 баллов, то тогда в этой структуре будет 375 человек. Если средний заказ будет 50 баллов, то уже это будет в два раза меньше, это будет 150 человек. Если каждый партнер будет делать по 150 баллов, то нужно всего лишь 50 человек активных партнеров. То есть наш доход зависит не от количества людей, а от организации товарооборота. Поэтому можем мы влиять на него несколькими путями, то есть или количеством берем, или берем качеством. Но в любом случае всегда количество переходит в качество. Поэтому наша задача сейчас – создать поток. Из этого потока отобрать тех людей, кому это интересно, кто будет работать, научить, обучить этих людей, чтобы они делали то же, что делаем мы. И тогда это будет система дублицирован, и тогда это не будет заканчиваться. То есть люди будут приглашать людей, это будет бесконечный растущий доход. Здесь вот таблица, наша таблица, здесь и рубли есть, и доллары, и гривны, и тенге. Это таблица доходов. Начинает консультанта и до бриллиантового президента. Вам видно? Мелко или видно? Вот я хочу начать с того, что, конечно, доход сразу небольшой. Начинаю с 170 гривен. Вот мы берем гривны, даже это и рубли посмотрела. Гривны 60 гривен на уровне 3%, 300 гривен и так далее. И доход увеличивается, и на уровне старшего менеджера, когда 24% для Украины, уже доход будет 7-8 тысяч. Ну, где-то 7,5, это уже по маркетингу, это тот гарантированный доход, который компания выплачивает. Поэтому эта табличка, знаете, как плакат для мотивации. Можете делать скрин, изучить и себе поставить план. И ролик мы начали, вернее, вебинар начали с того, что поставила ролик я по приглашению на золотую конференцию 2017 года. И она будет проходить на двух огромных лайнерах. И для того, чтобы попасть на эту конференцию, то нужно в 14-м каталоге, с 14-го каталога это максимум. То есть это самое, можно раньше, но самый максимальный каталог, самый дальний, это 14-й. С 14-го каталога, чтобы было две группы директорские, и тогда вы участник, бесплатно у вас будет поездка, приглашение от компании на золотую конференцию, который будет вот на таком огромном лайнере, который шестизвездочный. Конечно, это будет очень высокий уровень, и всех приглашаю составить план, делать и быть там. И у нас в связи с квалификацией, началом квалификации в этом каталоге, в пятом каталоге на золотую конференцию, компания добавила тоже интересные всякие бонусы, интересные акции для улучшения, для ускорения развития и приглашения, и вообще для улучшения нашей работы. Итак, по России стартовая программа немножко изменилась, и изменились условия регистрации. У нас здесь в России есть или нет, я не знаю. Наверное, у нас здесь в России нет, так я вижу. Но в двух словах буквально я скажу, потому что вот запись, возможно, кто-то не смог прийти с России. Вопрос, а как сейчас решается? Регистрация в России будет бесплатная в том случае, если человек за первый 21 день в момент регистрации прошел первый шаг стартовой программы, это 100 баллов бонусов. Сначала человек регистрации по России 149 рублей, это значит, что первый заказ, эта плата считывается. Если человек прошел первый шаг стартовой программы, сделал 100 баллов в течение каталога или в течение 21 дня, то ему эти 149 рублей возвращаются на его номер, как объемная скидка, и уже при следующем заказе он это может использовать как скидку. То есть возвращается ему на номер стоимость регистрационной платы. И по России есть 4 шага стартовой программы, при выполнении которой люди могут за 199 рублей купить наборы. Каждый набор стоит 199, каждый шаг он все дороже и дороже, и выгоды всего 16 972 рубля, почти 17 тысяч рублей. Вот такая поддержка компании для новичков. По Украине, с пятого каталога, хорошая есть новость. В прошлый раз я рассказывала о том, что новая стартовая программа, и компания решила, что участниками стартовой программы могут все действующие консультанты, даже те, которые зарегистрировались неделю назад, год назад, пять лет назад, с любого уровня, могут участвовать в этой стартовой программе. Конечно, нужно оценить, как компания вкладывает сколько средств в наше развитие. Поэтому давайте пользоваться. Давайте пользоваться, потому что нам предлагают, зачем же отказываться от такого. В чем заключается стартовая программа, буквально в двух словах. Я напомню, кто не знает, у нас 4 шага. При выполнении этих шагов человек имеет возможность за первый шаг нужно пройти 75 баллов бонуса, и можно заказать любой продукт за полцены. За второй шаг он увеличивается на 25 баллов, стоимость продукции будет минус 75%. Третий и четвертый шаг можно получить любой, даже самый дорогой продукт за одну гривну, ну, подарок, потому что подарок – это одна гривна. Для того, чтобы за четвертый шаг получить продукт, продукт, подарок, то нужно, чтобы на протяжении этих четырех шагов, этих четырех каталогов был один квалифицированный рекорд. И суммарная выгода прохождения стартовой программы составляет 4 тысячи гривен. Кроме этого, в этом каталоге у нас сейчас идет распродажа, она будет до 10-го числа. Здесь вот я сделала такой скрин, да, зайдите на сайте, прямо на главной страничке есть закладка распродажа, посмотрите, потому что от этой красной вот цены, которая здесь есть, это еще будет для каждого из нас минус 20%. Хорошие скидки до 80%. Кто еще не смотрел, обратите внимание, потому что можно купить, ну вот, допустим, туалетная водичка, да, Билайн, 199 гривен, еще минус 20%. По-моему, очень даже интересная цена. Поэтому обязательно посмотрите, всего лишь она будет действовать до 10-го числа. Количество товара ограничено, как всегда, поэтому спешите заказывать в ближайшее время. И в этом же пятом каталоге по Украине у нас есть акции «Весна Террифлейм». Что это значит? При размещении разного заказа на 50 баллов бонуса вы можете купить один из наборов за 159 гривен. Тоже очень выгодное предложение, поэтому спешите, чтобы остались наборы с «Люси», потому что «Люси» на мой взгляд – самая-самая, скажем, покупаемая, самопродаваемая туалетная водичка из этих предложений. И напоминаю, что есть еще спонсор, спонсорская программа. Называется «Твоя история любви». Что это значит? Это значит, когда вы приглашаете людей в первый уровень, и человек прошел первый шаг стартовой программы, то вы как спонсор получаете возможность купить любой продукт за полцены. И 20% скидки на технику «Филипс». Если вы пригласили два человека, которые прошли первый шаг стартовой программы, то вы получаете в подарок туалетную водичку «Джордани» и тушь, набор такой, и 40% скидки на один из продуктов техники «Филипс». Ну, об этом уже, я думаю, все знают. Помним, да? Действуем, приглашаем. Так компания поддерживает, нас стимулирует, чтобы мы получали не только деньги, не только пользу из продукции, а еще получаются эти бонусы и подарки. Итак, это по поводу размещения заказов, почему это выгодно сделать. Напоминаю, еще раз распродажи до 10-го числа, еще у нас есть 5 дней, посмотрите и заказывайте. Кстати, одновременно можно участвовать во всех этих акциях. То есть при размещении заказа на 50 баллов вы получаете в этом же каталоге набор, и плюс еще, если 25 баллов, 75 вы делаете, то вы также участник стартовой программы, и в следующем каталоге вы можете купить любой продукт за полцены. То есть в этих акциях можно участвовать одновременно и сразу получать все подарки сразу. И сегодня я хочу с вами поговорить, вот у меня так по одному человеку задают вопросы, те, которые нас собирали, чтобы было понятно, с чего мы начинаем работу, что мы делаем, и как мы работаем в Одноклассниках. Потому что видео есть у нас, если кто не знает, я сейчас еще раз повторю, у нас видео на обучающем сайте. Значит, урок «Четвертый день работы в проекте» – это как создать страничку. Я на этом не буду сегодня останавливаться, сейчас именно, потому что, думаю, там достаточно ясно и понятно, в чем заключаются самые главные акценты и суть. Делаем, открываем страничку, обязательно мы ставим свои фотографии, обязательно мы загружаем какие-то альбомы, хотя бы один-два альбома загружаем. Это может быть или детские фотографии, или какие-то интересные мысли, это уже на ваше усмотрение. Приглашаем туда в первую очередь людей, которых мы называем продавашками, те, которые занимаются продажами через интернет. Почему? Потому что у них много друзей, потому что они соглашаются дружить без лишних всяких вопросов, без уточняющих, и быстро набираются друзья. И самое главное, чтобы страничка потом отдохнула 5-7 дней, то есть на ней сразу нельзя будет работать. Поэтому мы просто приглашаем в друзья, мы размещаем статусы, ну и все вот таким образом мы раскручиваем страничку. Хочу напомнить, и такой сделать акцент, вот я здесь подчеркнула, когда мы нажимаем на имя свое, не на одноклассники, не на слово одноклассники, а именно где ваше имя, вот стрелочка у меня синенькая, то тогда будет ваша лента. И хочу напомнить, чтобы вы не забывали ее чистить. Вот красная стрелка, мой курсор не видно, когда я показываю, но вот красная стрелка, и там будет, если вы курсором у себя наведете в одноклассниках, то там будет черный такая, крестик такой черненький. Вот на него нажимаете, и называем мы чистим ленту, чтобы лишняя информация, которая не нужна, которая не касается, скажем, какой-то полезности, интересности, или нашего предложения о работе, мы ее удаляем. Например, если мы добавили друзья, то это все отражается в вашей ленте. Все отражается в вашей ленте. Когда человек к вам заходит, он видит, ага, вы пригласили два друга, потом еще два друга, потом еще 38 друзей. Получается, что, во-первых, ничего интересного он не видит сразу. И второй момент, что если мы приглашаем продавашек, то он может увлечься в какая-то обувь, в какая-то одежда и пойти на другую страничку. Он зашел на нашу, может таким образом увлечься и перейти на другую страничку. Но чтобы попасть в ленту свою, то нужно кликнуть, именно нажать на свое имя. Это важно, потому что если вы кликнете на «Одноклассники», это будет общая лента. Там хоть чист, хоть не чист, там смысла нет никакого. А именно нужно кликнуть на свое имя. И тогда вы попадете именно в свою ленту. Чистим только свою ленту. И в видео, где я рассказываю, которое у нас четвертый день работы в проекте, где я рассказываю, как создать страничку, я только показала один способ добавления «Друзья». Сейчас хочу еще показать несколько способов. Я вот вернусь на этот слайд, и у нас вот внизу, справа внизу, синий стрелочек, я красно подчеркнула, здесь написано «Люди сейчас на сайте». Вот если мы сюда спустимся, на страничке «Одноклассников», и у нас будет надпись «Люди сейчас на сайте». Если мы кликнем на эту надпись, то мы попадем вот на такую страничку, где… сейчас будем рассматривать слева направо, где у нас стоит фильтр, и мы можем снять галочку, что мужчин… снять галочку можно, можно не приглашать, я приглашаю женщин, где мы можем указать возраст, который мы хотим приглашать. Этот возраст у вас 30 лет, это тот, тогда будет указано, здесь будет стоять, описали, что вам 30 или вам 30. Возраст можно сразу… Вот возраст женщин, который мне интересен. Например, если я ставлю, что 30 лет, то тогда здесь будет система предлагать мне 25-40. Понятно, думаю, это да? Дальше у нас третья стрелочка. Здесь у нас город будет тоже по умолчанию стоять, тот, который указан у вас на страничке. Если идти поменять, вы можете поменять или на страничке город, или здесь можете выбрать другой город. Так вот, и здесь будут указаны все люди, которые сейчас на сайте. То есть мы сняли галочку, только оставили женщин, у нас есть возраст, который нам интересен, у нас есть город, с которым мы хотим приглашать, и у нас есть люди, которые сейчас на сайте. Если горит у вас такое вот окошечко, такая точечка голубенькая, значит, этот человек зашел сейчас на сайт с мобильного телефона. Если желтенько, то это он с компьютера или с ноутбука. Как мы приглашаем? Я рекомендую кликнуть правой кнопкой мышки. У вас откроется вот такое окно, да, где выбрать «Открыть новой вкладки». И вот так можно выбрать человек 10 сразу. Открыть, 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 открыть. У вас это все в адресной строке. Вот в новой вкладочках пооткрывается. Потом вы заходите к человеку, смотрите, что за человек, да, выборочно. Смотрите, какой статус. Если вам нравится, вы приглашаете его. Если нет, значит, просто закрываете и идете дальше. Потому что, когда мы приглашаем качественных людей, которые нам нравятся, тогда у нас будут совсем другая будет энергия на страничке, и совсем будут по-другому люди реагировать. Поэтому я предлагаю работать качественно, заходить на страничку к человеку, если нравится, только такого человека приглашать себе в друзья. Это мы приглашаем, когда люди у нас все на... те, которые на сайте сейчас находятся. Следующий метод. Когда люди у нас соглашаются дружить, то нам приходит такое оповещение, вот такой значок-колокольчик, да, все знают все оповещения. И вот здесь есть функция, можно посмотреть ее друзей, или его друзей можно посмотреть. Если мы кликнем, то у нас откроются друзья. Вот на верхнем примере, да, на Татьяне я привела пример, куда нажимать, посмотреть ее друзей, а вот на нижнем примере, да, я кликнула уже и вам сняла скрин, как это происходит. Открываются друзья, там дальше можно нажимать вот на такую надпись показать, показать еще, и дальше будут меняться, да, друзья, люди будут меняться, можно будет выбирать. И если мы кликнем на имя человека, на имя, опять-таки, правой кнопкой мышки, то у нас откроется опять такое окно, и можно выбрать верхнюю позицию, это открыть ссылку новой вкладки. То есть мы тоже открываем новой вкладки, и потом заходим человеку на страничку, тоже смотрим, что за человек, и если нам понравился, мы его приглашаем. Часто бывает у продавашек тоже, друзья, продавашки. Поэтому, как работа с продавашками, у нас есть видео, я думаю, что там с ними все понятно. Итак, у нас второй способ, мы приглашаем друзей друга. Те, которые к нам уже присоединились, мы приглашаем их друзей. Еще один из способов – это приглашение целевой аудитории. Наша целевая аудитория – кто? Это люди, первые, которым нужны деньги, которые ищут возможность дохода дополнительного, и часто их можно найти, это мамочек дома, которые в декрете. Если мы наберем через поисковик, наберем группы, да, вот зайдем у нас, верхняя красная стрелочка группы, наберем просто «Дети», да, слово, то у нас, вот здесь показалось, 177 групп, там, где название группы, где есть слово «Дети», да, и мы выбираем одну из групп, заходим в эту группу, и мы предполагаем, что здесь будут мамочки в декрете, которые, возможно, сидят дома, и которым, возможно, интересует доход дополнительный. По крайней мере, можно с ними пообщаться и это определить. Итак, вот верхняя стрелочка показала, что участники группы 27 тысяч, более чем 27 тысяч, 27 147 человека. Мы также выбираем тех людей, которые сейчас онлайн, у них тоже горят вот эти точечки, или голубенькие, или желтенькие, и опять-таки открываем новые вкладки, нажимаем правой кнопкой мышки и попадаем к человеку. Смотрим его страничку и предлагаем дружить. И предлагаем дружить. Следующий способ. У нас еще есть очень много групп, которые касаются таким или иным образом, это работа. Если мы наберем, опять мы нажмем группы, да, и наберем слово «Работа», то у нас тоже будет очень много групп по работе. И вот выбираем, какая нам понравится, там одну из первых, например, да, можем зайти в одну, вторую, третью группу. И что мы здесь можем тоже делать? Тоже мы здесь можем приглашать людей, потому что люди в этой группе с какой-то целью. Но до того, как приглашать, я рекомендую им написать следующее сообщение. Например, обращаемся к человеку по имени, здороваемся, да, и спрашиваем там «Наталья, скажите, вы добавились в группу, или вы находитесь в группе, да, или я вас увидела в группе «Работа для мам», скажите, вы уже зарабатываете через интернет или ищете возможность дополнительного дохода? То есть мы выясняем, то есть человек, он уже работает поэтому в группе, ну, в какой-то теме, да, или ищет возможность. Очень часто, очень часто, особенно если это новички, а новички всегда находятся вверху вот ленты, да, вверху ленты в группе, которая находится, то очень часто люди присоединяются в поисках возможностей заработать. И очень часто говорят, что нет, я не работаю, я рассматриваю возможности. И дальше может у вас завязаться разговор уже с нашим предложением. Итак, вот здесь я хочу остановиться, что у нас есть несколько способов приглашения в друзья. Приглашать нужно в друзья всегда. Почему? Потому что чем больше у нас друзей, тем больше людей видят наши предложения, тем больше людей зарегистрируется, тем больше у нас будет ключевых партнеров. Поэтому об этом нужно помнить. Ведь работать, конечно, нужно очень аккуратненько и осторожно, никогда не сильно быстро, да, то есть нужно работать, скажем, с такими промежутками. Вот пригласили в друзья, да, сделали апрель, потом еще пригласили в друзья. Но это нужно помнить и чередовать с действиями. Для того, чтобы странички дольше жили, их не блокировали, то я рекомендую делать одно действие в день. Например, вы сегодня пригласили в друзья, только вот не так, что раз, 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 и 30 человек сразу там за 3 минуты пригласили. То есть с каким-то промежутком можно открыть в разных, и нужно открыть в разных браузерах, например, сразу три странички. На одной страничке вы приглашаете в друзья, на другой страничке вы размещаете статус. На третьей страничке вы там делаете тоже что-нибудь, да, там на картинке. Вы там отмечаете или отвечаете уже на плюсики, там на вопросы, общаетесь. Онлайн-то люди это видят. Они больше пишут, они больше обращаются. Это будет эффективнее. Вот и получается по отношению к первой страничке уже прошло там минут 10-15. Вы поработали на первой, потом на второй, потом на третьей, опять возвращаетесь на первую страничку, опять добавляете в друзья. Вот если это соблюдать, тогда странички будут дольше жить, их не будут блокировать, и таким образом на страничках будут увеличиваться друзья, и они будут, скажем, работать эффективно. Идем дальше. Первый способ, который я предлагаю, это есть видео, уже многие смотрели, многие уже что-то и делали. Это мы размещаем в статусе, вернее даже в ленте. Мы размещаем предложение о работе, нашу картинку о работе. Дальше мы ставим, у нас там есть заготовочки, ставим статусы вирусные, потом картинки, на которых отмечаем. Недавно настройки поменялись, буквально несколько дней назад, и уже когда мы ставим вирусную картинку, это гиф-картинка, такая движущая картинка, то потом уже одноклассники не загружают картинки, которые внизу здесь у меня указаны для друзей, на которых мы отмечаем. Поменялись настройки. Как теперь это работает? Вместо статуса вирусного, вместо гиф-картинки мы ставим видео. Тоже у нас есть файлик, можно взять любое другое видео с YouTube, которое вам нравится. Именно брать с YouTube, не с одноклассников, а брать с YouTube, потому что с одноклассников тоже могут не пропускать, если это не ваше видео. Итак, какая очередность, как мы ставим статус, который чтобы не заблокировали, который чтобы работал. Первое, мы нажимаем, у нас там есть поделиться мыслями, да, это наши заметки. Кликаем, у нас открывается окно. Мы загружаем первое, картинку, картинку, которая с нашим предложением, то есть картинка по работе, должна быть яркая и большая. Дальше мы ставим описание картинки, буквально строчку, ну, две максимум. Что мы там пишем? Мы пишем, что нужно человеку сделать, призыв к действию, что он должен сделать. Должен поставить плюсик в комментарии, он может написать в личку, и он может добавиться в друзья, потому что часто бывает закрытый профиль, и тогда невозможно взять информацию. И вот первое действие. Ставим картинку. Второе действие. Нажимаем мы на карандашик и ставим описание. Третье действие. Мы нажимаем на карандашик и ставим ссылочку с YouTube. У нас есть файл, там есть несколько, не знаю, там может 10, может чуть меньше, чуть больше. Вариантов, которые предлагаю, если вам что-то долго не искать, можно оттуда брать и тоже пользоваться этими видео. Они такие нейтральные, в принципе, я думаю, что по мне подходят позитивные, нейтральные, красивые, на мой взгляд. А можете найти свои. Так вот, мы поставили видео. После видео мы нажимаем на фотоаппарат и загружаем картинки. Картинок можно загрузить и даже несколько. Можно одну, можно две, можно три. Почему? Потому что у нас это может быть в ленте, и мы можем на этих картинках отмечать с какой-то периодичностью, но не чаще, чем через три дня. Поэтому отмечать на картинке тоже не сильно спешите, да, максимум 20 человек. Это если вы отмечаете раз в неделю. Если вы отмечаете через три дня, то по 10 человек, для того, чтобы не блокировали. Пятое действие. Мы должны снять галочку, не забыть, чтобы у нас это было не в статусе, а было у нас в ленте. И шестое – поделиться. И вот таким образом все работает. Сегодня я проверяла перед тем, как я вам рассказать на всякий случай, вдруг там что-то поменялось. Все так работает. И что еще потом важно? После того, как мы нажали «Поделиться», это важный момент, потому что за это тоже, если не так сделать, тоже могут заблокировать. Мы переходим на свою страничку, мы нажимаем на фото. У нас вот есть лента, друзья, фото. Находим альбом «Разное». Вот видите, вот эти картинки, что мы загрузили, они есть в ряду ниже, вот там где есть все фото. Но нам нужно именно зайти в альбом «Разное». Вот я подчеркнула, красная такая толстая полоска «Разное» и синей стрелкой показала, где альбом у нас «Разное». Кликаем на «Альбом разное», открываются наши картинки. И мы выбираем картинку не по работе, а мы выбираем ту картинку, которую мы, как я говорю, вирусную, ту, которую для друзей. Таким позитивным, с хорошими пожеланиями, чтобы было человеку приятно. И мы кликаем на эту картинку, и уже на этой картинке мы отмечаем друзей. Именно в такой очередности. Именно так. Потому что если вы зайдете на картинку со статуса, тоже могут заблокировать. То есть это все проверено уже. Дальше. Мы открыли картинку, у нас увеличилось. Находим справа в перечне «Отметить друзей». Кликаем «Отметить друзей», наводим курсор на саму картинку и отмечаем друзей, себя в том числе. Я думаю, все это знают, но здесь было важно еще показать очередность. Вот таким образом мы отметили друзей. Через какое-то время, если вы за странички не будете уходить, если у вас там правильно подобраны друзья, если вы тем более первый раз это размещаете, то у вас могут пойти отклики сразу. Отлики – это я называю плюсики, семерочки, то, что вы указали, что нужно поставить в статусе, и люди будут сразу вам отвечать, буквально в течение часа будут вам отвечать. Что мы дальше делаем? Дальше мы кликаем на имя человека и заходим на страничку человека и с ним общаемся. Но до этого хочу вот такой момент обозначить, что часто бывает, что у человека закрыт профиль. Тогда мы тут же в комментарии пишем, что у вас закрыт профиль, добавьте мне в друзья, потому что не могу написать это общение, и поставьте еще раз, я прошу, чтобы поставили еще раз семерку или плюсик, чтобы не пропустила, потому что не всегда, не будет же всех проверять, кто добавился, кто не добавился. То есть я людей сама не добавляю, а прошу, чтобы они добавились. Почему? Потому что у меня есть лимит на приглашение, я лучше добавлю того, к кому я буду обращаться, к кому буду писать, друзья, чем тратить, скажем, свои лимиты на человека, который неизвестно, он примет дружбу или не примет дружбу. Поэтому я прошу, чтобы человек у меня сам добавил в друзья. Ну вот такая есть картинка, надпись, добавляйте из друзья, как бы для, скажем, больше такого уже яркости добавить. Людям, которым я написала, вот здесь за стрелочкой не видно, я высылаю конвертик. Или можно написать, что отправила сообщение, там, реклитила в личку, реклитила в ЛС, личным сообщением. Так вот, мы кликаем на имя человека и попадаем на его страничку. Да, вот что еще, чтобы я не забыла, здесь специально вставила. Вот все сообщения, которые будем писать человеку, вот у меня все шаблоны представлены в ордовском документе. Нельзя ни в коем случае вот с этих шаблонов копировать и вставлять сразу на любой сайт, и Одноклассники, и ВКонтакте тоже. Во-первых, я рекомендую все эти шаблоны немножко под себя подкорректировать. В каком плане? Ну, у каждого есть какой-то привычный сленг, да, то есть как мы говорим, как мы думаем, как нам будет больше комфортно это высказать в своей мысли. Поэтому не бойтесь. Главное, чтобы остался там смысл, сама суть, а вы можете то же самое, но немножко другими словами сказать, чтобы вам это было комфортно, потому что все-таки это ваша переписка, чтобы вот ваша энергия, она тоже там была. И обязательно, обязательно это проводите через сайт антиспамер. Это если вы работаете в ордовском документе. Если вы работаете в текстовом документе, то там тоже нужно через антиспамер или иметь букву ручную. В чем разница? Если в ордовском документе, там сохраняется при копировании код знаков, и тогда система интернет, да, сайта-одноклассники в данном случае, да, она это различает. А если вы копируете с блокнота, с документа текстового, то это как будто вы пишете вручную. Вот поэтому это проходит лучше. Но все равно, если будете одно и то же высылать несколько раз, много раз подряд, то тоже могут это блокировать. Поэтому лучше пропускайте через антиспамер. Что он делает? Думаю, что все уже знают, да. Эта ссылочка у нас есть и на сайте, и в уроках везде. Если вдруг нету, то пишите в чате, я еще раз брошу. Она меняет буквы русские на латинские буквы. Поэтому об этом помните. Я открываю, беру вот ссылочку, открываю сразу несколько окон, там 3, 4, 5, для того, чтобы я могла сразу перефразировать, вставить несколько сообщений в зависимости от переписки, и вот сразу в зависимости, с кем общаюсь, с каким человеком, и как там идет ход разговора, у меня уже есть там шаблончики заготовленные. Итак, мы нажали на имя человека, мы переходим на его страничку. Что же мы пишем? Я сейчас там на сайте, не на сайте, а на Google диске разместила новые шаблоны переписки. Вы знаете, они мне даже нравятся больше. В чем разница? Если первый вариант, я предлагала, и мы так делали, но это тоже работает, это имеет место быть. Мы не говорили, там буквально было несколько у нас сообщений, была суть, что мы предлагаем. Если интересно, напишите в свою почту высшую информацию. Вот, как бы, вот таких два подхода было. Интересно? Напишите в почту высшую информацию. И мы высылали письмо, которое есть у всех, если у кого нет. Если вдруг у кого-то нет, то обратитесь, мы сделаем вместе. Дам ссылочку или сделайте самостоятельно. Наше письмо-предложение. Вот в этом варианте, втором. А здесь у нас идет как бы собеседование. Так и называется он в документе. У нас переписка-собеседование. То есть первое обращение. Я обращаю человеку, конечно, по имени. Это нужно всегда помнить, потому что имя – это самое сладкое слово для человека. Самое важное его имя. И всегда приятно слышать человека, когда обращаемся по имени. И рассказываю суть предложений. Что мы предлагаем. И здесь я сразу спрашиваю. Вот давайте зачитаю. Мелко, не очень видно. Добрый день, Ольга. Я предлагаю официальную работу в интернет. Оплата издельно премиальная через банк. Оплачиваем отпуск. По согласованию возможен свободный график работы. Но сначала ответьте мне на несколько вопросов. У вас есть свободный доступ в интернет с ноутбука или в ПК, у знального компьютера. Люди с телефоном и планшетами с плохим интернет-соединением не рассматриваются. Я решила это сразу говорить. Почему? Потому что часто бывает с человеком общаешься, общаешься. А в конце, когда она согласна уже работа, оказывается, что у нее только есть выход с телефона. Ну и в общем-то у человека расчарование. Да, мы тоже потратили свое время. Вот так вот. Дальше. Скайп в свободном доступе. Камера не нужна, достаточно только звука. И третий. Хороший интернет и выход в интернет по несколько часов. Все ответы положительные. Вот таким образом. Потому что мы ведь людей приглашаем, и мы должны сразу говорить условия, чтобы было понятно человеку, было нам понятно, кто перед нами. Потому что люди часто находятся в соцсетях с телефона. И даже у многих, в принципе у всех компьютер есть. Но бывают случаи, когда пишут, что я только с телефона. Поэтому лучше сразу уточнить. И когда человек нам означает положительно, вот, например, в этом случае, да, дальше переписка идет, да, все ответы положительные. То дальше я говорю суть своего предложения, что нам нужны сотрудники для развития сети интернет-магазинов. Работа заключается в следующем. Размещаем рекламу в соцсетях и досках объявления. Второе. Заинтересованных людей регистрируем на сайте компании. Оформляем дисконтные карты людям, которые хотят пользоваться нашей продукцией. Люди будут самостоятельно покупать. А вы будете получать 10% с товарооборота, как организатор этого процесса. Всю ответственность по доставке товара и качества несет компания-производитель. И всегда сообщение должно заканчиваться каким-либо вопросом. Почему? Потому что вопрос предполагает диалог. Чтобы это был не монолог, а был диалог. То есть мы ждем. Мы спросили, подождали ответ, да. Мы спросили, подождали ответ. И дальше мы спрашиваем, интересно ли вам это предложение. Если человек пишет нам да, бывает в случае, что пишут нет. Я говорю, хорошо, окей, спасибо за ответ, всего доброго. Но чаще пишут да. И вот третье сообщение. Я здесь пишу, что это компания Reflame. Не важно выяснить, человек зарегистрирован или нет. Потому что здесь будет идти еще один оттел. Почему? Потому что будут консультанты попадаться. Но тогда уже сразу будет понятно, что мы информацию человеку не даем. И как я пишу о компании Reflame. Наш партнер известна международная компания, которая на мировом рынке около 50 лет. Это говорит о том, что компания надежная. Не пирамида, не лохотрон. Если раньше многие воспринимали компанию, как компанию, работающую по каталогам, продающую по каталогам, то на сегодняшний день это не актуально. Компания уходит от этого метода и развивает именно интернет-магазины. Потому что мы работаем через интернет, именно это мы предлагаем человеку. Есть еще другие методы, но в данном случае мы говорим именно об этом. Это крупная шведская компания Reflame. Возможно, слышали такое. Возможно, был опыт какой-то. Что-то приходилось покупать. Был зарегистрирован знак вопроса. То есть моя задача выяснить, человек консультант или не консультант. Он был зарегистрирован или нет. По уставу компании, которые тоже у нас изменения прошли буквально в четвертом каталоге, раньше если человек делал заказ, то это продлевалось его регистрацией автоматически на один год. Сейчас продлевается на два года. То есть если человек зарегистрировался и сделал заказ, то он уже системе будет два года. Поэтому человек часто говорит, ну я делал заказ, только уже не помню, когда там делал заказ. То здесь нужно или вспомнить, или выяснить. Я прошу иногда почту, и по почте можно определить, человек является консультантом или нет. Но если человек зарегистрирован был раньше, 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 там несколько лет назад, вот сейчас уже по России отменили, не проходит регистрация без указания почты. По Украине еще можно без электронной почты зарегистрировать. Если вдруг при регистрации он не указывал почту, тогда это не стопроцентный метод. Но часто бывает, что если он пишет почту, то по почте можно определить, он является консультантом или нет. Тоже это видео у нас есть, первый урок успешного старта. Итак, мы должны выяснить, человек имеет какой-то опыт, был ли зарегистрирован или в данный момент зарегистрирован. Мы таки спрашиваем его. Человек отвечает. По-разному есть ответы, разные есть ситуации. Но вот в данном случае человек отвечает. Покупки делала, зарегистрирована не была. Вот я дальше ей пишу сообщение. Если вы и ваши близкие родственники не зарегистрированы, тогда мое предложение для вас актуально. Хотите начать сотрудничество с нами с нак вопроса? Человек отвечает. Можно попробовать. Дальше я ему даю ссылочку на свое письмо, наше предложение. Вот там, где есть у нас регистрационная форма и 15-минутное видео. Еще у нас есть, у каждого из вас будет свой сайт для рекрутинга. И это уже будет во втором уроке успешного старта. Он тоже будет нам очень помогать эффективно в работе. Поэтому проходите уроки и будем получать дальше инструменты для работы. Так вот, в данном случае в первом письме высылается наше предложение, там где 15-минутное видео, и с нашей формы на регистрацию. Ну вот таким образом, такая коротенькая, да, там, скажем, три подхода, три сообщения. Там может быть в один день, если человек на сайте, а если сразу он находится в сети, то это сразу может прийти уже к какому-то решению, к какому-то выводу, да, там, к регистрации или недегистрации. Вот, если нет, то, конечно, там переписка затягивается. Поэтому чем больше вы находитесь в сети, чем больше вы находитесь на своих страничках, тем больше люди обращаются, и тем быстрее может быть эффективнее быть ваш диалог, ваша переписка. И вот сейчас показала я форму, которая, в принципе, у всех у вас она есть, да, вот эту форму именно я высылаю. Вот такую еще я поставила вам картинку. Для того, чтобы подчеркнуть, что у нас 80% информации на нашей страничке должна быть полезной и интересной, и только 20% о работе. Очень важно это знать, понимать и делать. Почему? Потому что когда мы странички новые оформляем, то мы там поделились, поставили класс там по группам, да, там у нас лента как-то заполнилась. И если мы потом будем только ставить работа, 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 то, ну, страничка, она не будет живой, да. То есть людям нужны интересности, нужны полезности. Хорошо работают опросы. Вот опросы могут быть разные. Они могут быть на какую-то отвлеченную тему. Ну, по работе я не рекомендую ставить опросы. Как они работают? Они работают, во-первых, для раскрутки вашей странички. Это первое. А второе – для раскрутки ваших картинок по работе. Например, вы поставили картинку по работе, а потом следующим, ну, на следующий день, только не тот же день, потому что если сильно будет и часто ставить, то не нужно. Опять-таки, чтобы не заблокировали. То на следующий день или через день вы ставите опрос. Опросы люди любят, они участвуют. Нужно какие-то вот интересные, да, в данном случае, смотрите, вот в этом опросе всего участников 11 тысяч человек. И каждый раз, когда человек что-либо отметил, то эта страничка будет прокручиваться у него в ленте и будут видеть уже его друзья. Вот если 11 тысяч человек поучаствовали в опросе, то представьте себе, сколько уже человек получили информацию. К опросу можно добавить тоже картинку о работе, но она должна быть после опроса. Но не всегда проходит. Когда проходит, когда нет. Но если вы даже просто поставите опрос, то есть вероятность, что человек зайдет к вам на страничку и увидит вашу информацию о работе. То есть это тоже работа к вирусному маркетингу. Кроме того, да, чем чаще посещается ваша страничка, тем больше вероятности, чем она интереснее будет, да. Люди будут ставить там классы, потому что он поставил один опрос, потом зашел, посмотрел, что-то еще у вас на страничку. И будут комментировать, будут ставить классы на статусах, которые просто интересные или полезные. Обычно, что он используется интересом у человека, это тема детей, конечно, да. Детки всегда привлекают и картинки, и какие-то комментарии. Но, конечно, отношения там тоже привлекают, эмоции привлекают, да, там, любовь, там, измена, стихи какие-то, может быть, красивые, да. Какие-то умные мысли, жемчужные мысли. То есть то, что вам близко, то и ставьте. То, что вы считаете интересным, то, чем вы увлечены, это и ставьте. Людям тоже будет интересно, и вы будете тоже приглашать, таким образом привлекать себя на страничку, вот тех людей, которые ваши. А как ставить опрос? Я думаю, что вы знаете. Там же в заметке мы только нажимаем на три полосочки справа и ставим опрос. Я, наверное, здесь не показала, да. Ну, и, конечно, все, наверное, знают секрет успеха, что нужно мало желать, нужно делать. Нужно делать, потому что только действия нас приведут к результату. И эта фраза, наверняка, уже не раз вы слышали, и все это вы знаете. Осталось только делать. Я с удовольствием отвечу на ваши вопросы. У кого что, может быть, получается, не получается, что понятно, что непонятно, задавайте, не стесняйтесь. Если здесь у нас есть люди, которые первый раз и для вас не совсем было понятно, тоже ничего страшного, это нормально, потому что вы попали сразу как бы на моменты, как мы работаем. Поэтому все потихоньку разберетесь. Нужно начать с обучающего сайта, нужно пройти первый день работы в проекте, нужно подготовить инструменты. Вот запись этого вебинара, вы сможете еще раз посмотреть, все уляжется, все устаканится. Главное нужно делать. Главное нужно делать.